Книга «Открытым оком», вопрос 1909, 7 том, тема «Болезнь». Мне нравятся волевые люди. В житьях такие примеры, как алмазы рассыпаны. Как они могли преодолевать и болезни, и галени, и муки, и с чего начинали? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. В любом деле, любовь к тому, что перед тобой, что делаешь, решает всё. Поступившие вынохи имели любовь полную и безоглядную к этому иночеству, и ради этого они претерпевали всё. Были такие в житиях, кто искренне любил Христа, шёл на проповедь и умирали за благовестие. 1 Коринфянам 13, 4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Галатам 5, 14 и 22 стих Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнее твоего, как самого себя». Плод же духа любовь, радость, мир, долготерпение и благость, милосердие, вера. Ефесянам 4, 2 Со всяким смиренно нудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от другу, любовью. Фёдора Священного, пример жития, 16 мая Как-то Фёдор стал жаловаться Пахомию на том, что у него сильно болит голова. Павкомий на это сказал ему, что верующий человек не должен никому говорить о своих телесных недугах, кроме тех случаев, когда болезни нельзя скрыть от других. Но и подобные болезни надо было переносить с должным терпением. Ведь и вольные, и невольные страдания заставляют как бы мученчество. Да и вообще нужно умерщвлять своё тело из любви к Богу. Это наставление Пахомия преподобный Фёдор принял с глубочайшей верою и стал уже скрывать от людей ту головную боль, которую долго страдал. Ему ещё пришлось 20 лет выносить эту боль, но уже никто не слышал от него жалобы. Фёдора посещали и другие болезни, боли или менее продолжительные. Например, боль в ушах, лихорадка, глазная боль. Он всё переносил молча и благодушно. Но юный подвижник совсем был чушь при страсти к родным по плоти. Они почти не существовали для Фёдора. Они не могли отлечь его от любви к Пахомию и монахам.